приветствую вас дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно замечательно ну вот и настало 31 октября то есть мы как договаривались два раза в месяц стабильно по средам техника экономический вебинар которые буду вести иногда я иногда будут присоединяться еще приглашенные гости на сегодняшнем вебинаре буду присутствовать только я и освещены будут как актуальные темы в ракурсе в разрезе как это мы обычно и делаем и делали и будем делать то есть мы никогда просто не копировали новости компании потому что естественно у нас находится разная аудитория разные категории людей и кто-то не технически подкован и многие вещи нужно доносить и таким образом чтобы поняли действительно многие люди они отдельные категории инвесторов которые участвуют нашем проекте и собственно какое количество людей я думаю что все кто уже давненько находится в проекте может написать свои предположения в чате то есть сколько тысяч и сотен тысяч людей участвуют в проекте но я собственно начну вебинар посвящая те новости которые у нас произошли за этот период сейчас действительно мы видим друзья что много информации очень закрытой кто-то наблюдает то что именно информационный поток сократился исходящее от головной компании но головная компания мы все с вами прекрасно помним друзья что публикует те новости которые являются официальными либо вышли в каких-то мировых мировых сми так как по начавшийся начавшемся процессе в арабских эмиратах по подготовке по строительству по будущей установке первых сооружений то есть это касается и к дома и собственно все подробно описал антолий эдуардович в своем интервью и это интервью я считаю наша такая дорожная карта до девятнадцатого года до апреля девятнадцатого года что касается строительства что касается развития технологии skyway естественно при достаточном при привлечении финансирования и при достаточном потоке инвестиций наша задача как skyway капитал этот поток постоянно увеличивать то есть я могу вас обрадовать друзья что буквально через считанные недели вы увидите совершенно новый дизайн сайта skyway капитал и это уже мировой уровень когда-то вы увидели мировой уровень личного кабинета skyway капитал то есть это сравнимо с банковскими продуктами со страховыми продуктами и соответственно сайт сейчас у нас подтягивается к уровню друзья но и далее уже за обновленным видом сайта потянутся те инструменты которых мы неоднократно говорили упоминали но без запуска сайта и глупо было бы запускать это система лендингов мы будем тестировать и систему авто вебинаров неизвестно пока как это пойдет или не пойдет потому что все таки людям которые планируют либо уже инвестировали планирует еще инвестировать в венчурный сложный высокорисковый проект подобные нашему хотели бы чтобы спикер все-таки говорил в живую на либо если это авто вебинар соответственно чтобы вообще ни к чему было придраться и все было настолько отлажено что мы и собираемся друзья сделать что касается лендингов это страницы захвата они будут в едином стандарте и соответственно с такими модулями именно модулями конструктора где некоторые части будут видоизменяться изменяться в зависимости от страны потому что естественно африка это их боль и их задача но очень плохие дороги и естественно огромный пассажиропоток естественно перебои с электроэнергией индии индонезия это огромная загрязненность это опять же пробки огромный пассажиропоток поток и соответственно необходимости использования безопасного транспорта это все будет и учитываться и собственно уже сейчас проводятся макроэкономические исследования анализ подобных стран постоянно ведутся фокус-группы непосредственно с лидерами данных стран для того чтобы создать материалы которые действительно будут помогать тем лидерам которые развивают эти страны если говорить про ближайшие поездки друзья то я могу назвать что сейчас ноябрь месяца если говорить про skyway capital он будет таким африканским то есть 7 ноября будет поездка членов правления в лагос нигерия и просто посмотрите коллеги друзья партнеры на состав на состав этой конференции приглашен на вице-президент нигерии то есть мэр соответственно штат лагос министр транспорта и так далее и тому подобное насколько официальный уровень и естественно это предварительная проработка уже наших партнеров лидеров арагунда самсон дин и других естественно кристиана могу не отметить кристиан вообще это наша находка именно как членов правления skyway capital потому что он сейчас предварительно с нашей помощью мы помогаем дистанционно а он уже на месте более недели находится в виде десанта skyway capital и соответственно готовит вот это вот грандиозное событие и нас конференции в нигерии и на конференции в код девуар на которой мы с владом волковым будем в качестве спикеров и инета анжана также удаленно или не удаленно пока что непонятно потому что перелет все-таки очень продолжительный по времени более 14 часов он занимает но если полный путь учитывать то это фактически более суток и мы естественно максимально диверсифицируем на нашу загруженность для того чтобы выполнять те задачи которые были прописаны которые были поставлены в грузии при нашем обсуждении для меня та фотография которая может быть не в таком прямо супер качестве зеркальной камеры и так далее но огромная благодарность владу волкову что заснял тот момент когда мы создавали стратегию развития skyway capital на на ближайшие и месяцы и даже годы то есть до 2020 года это такая веха до 2019 года мы все прописали и действительно точные шаги вплоть до недель друзья естественно в ходе этого будет расширяться штат у нас сейчас я могу сказать новый человек по составлению тезисов и соответственно обновлению презентации то есть это такая действительно плановая работа которая необходима и друзья по обязательно сбросьте ольга если присутствует на вебинаре сбросьте ссылки которые будут актуальны для данных презентации потому что этот наш такой попорный материал для того чтобы показывать что было и что стало потому что изменилось друзья много это ничего не сказать изменилось все то есть начинали мы просто с госсовета я помню это видео госсовет дмитрий медведев и соответственно обращение к нему его ответ финансирование найдете развивайте и анатолий эдуардович уже в 2014 году выдвигает свою позицию выходить именно системой крауд инвестинга и друзья на новом сайте вы увидите что в качестве вех таких обнародованного и подчеркнуты экофесты то есть это 2018 это 2017 это 2016 год и друзья это действительно наши такие очень серьезные веки 17 октября мы с вами праздновали все именно вот день рождения этих на парка и я могу сказать это действительно огромнейший период по жизни по жизненному ссылку циклу непосредственно венчурного проекта высокотехнологичного сложного такого как наш и нулевому километру экотехнопарка было три года друзья то есть раньше только геодезические испытания соответственно весь бурьян весь лес убирался для того чтобы создать высокотехнологичный инновационный центр в сердце республики беларусь и соответственно уже в апреле при достаточном финансировании я всегда такую присказку друзья делаю потому что все таки у нас краудинвестинг мы увидим уже зарождение и такое очень серьезное движение шагами нового инновационного центра но уже в арабском мире страна стране арабской арабских эмиратов то есть это конкретный уже эмират определен кто-то догадывается об его названии кто-то знает точно но эта информация еще не обнародована не подтверждена официально значит официальной позиции по данному счету друзья нет и только когда будет рассказана официальная позиция можем сказать что да действительно в этом эмирате реализуется сейчас система подготовки для запуска нового инновационного инфраструктурного комплекса это действительно инновационный центр друзья это не экотехнопарк это не отдельные тестовые участки это ни в коем случае не адресные проекты это целый мировой инновационный центр и мы с вами являемся действительно участниками вот этого глобального движения и мы вносим огромный вклад на мой взгляд в жизнь будущих поколений это та миссия которая закладывается и вообще в технологию Skyway Антоли Эдуардовичем Юницким потому что все что он делает он делает для спасения будущих поколений и основными критериями которые были в недавних интервью озвучены то есть красота страшная сила рекомендую посмотреть всем видео и то далее и тому подобное это соответственно максимальная безопасность максимальность в дружественных дружественность технологии по отношению к экологии соответственно от этого рождается дизайн от этого рождается высокотехнологичные параметры действие Это, естественно, аэродинамика, о которой Анатолий Эдуардович буквально вкратце, буквально на несколько минут рассказал, потому что сейчас огромная задача стоит, как стояло и раньше, друзья. Но всегда мужик сказал, мужик сделал. Это становится уже афоризмом. И то, что декларировал Анатолий Эдуардович, то и появляется. Не было фактически ни одного параметра. И кто-то говорит, что в 2018 году мы уже должны были получать дивиденды. Но вспомните, друзья, литовскую ситуацию, литовскую историю. Я помню, когда мне Сергей Анатольевич звонил по телефону, что вот уже скоро начинаем строить. Друзья, просто дрожь по телу от этих слов была. И потом такая ситуация, что действительно фактически внутренние всякие были процессы подготовки, внутренние атаки, засланцы, я не побоюсь этого слова. Можно назвать их другим словом. L заменить на R. Которые испортили эту ситуацию и, соответственно, отбросили нас на полтора, может быть, даже два года назад. Но Анатолий Эдуардович не отчаивался, друзья. И все мы с вами вот сейчас, 17 октября, могли праздновать уже день рождения нулевого километра. Нулевой километр, либо какая-то веха, начало развития арабского проекта. Это было уже сделано. Это было, как продекларировано, опять же, сделано в октябре. И видео Михаил Кириченко неоднократно говорил в своих интервью. И в интервью именно курс на восток по Анатолию Эдуардовичу Ницкого. Повторюсь, что это является нашей сегодняшней дорожной картой по строительству, по развитию. Мы не можем ничего говорить другого, иного, друзья. Потому что, естественно, все из нас с вами пришли в эту технологию, в этот проект. Я скажу за себя. Я пришел из железобетонных обоснований по инженерной и технологичной составляющей. 100 ответов на 100 вопросов. Меня просто поразили. И, соответственно, я начал развивать проекты. И только мечтать мог о том, что мы будем взаимодействовать и проводить переговоры по адресным проектам. Так, друзья. Вот позиция Андрея Федоровича по поводу Сергея Анатольевича, я думаю, в прошлом по поводу Виктора Игоревича Бабурина. Это мои все очень хорошие друзья, знакомые, коллеги. Мы пообщаемся. Мы, так скажем, поддерживаем связь. Но, что касается меня, я не привык говорить за других людей. То есть, это моя позиция. И Пантоль Эдуардович говорил по поводу Виктора Бабурина. И, соответственно, Сергей Анатольевич Сибиряков, я думаю, что он сам расскажет в чатах о своей позиции сейчас. И я бы не говорил таких громких фраз, что ушел, не ушел, если нет официальной позиции, друзья. То есть, если Сергея Анатольевича сейчас нет среди спикеров, значит, этому есть причины. И я думаю, что если бы были бы основания полагать или какие-то заявления от Сергея Анатольевича, это другое дело. Соответственно, если кто-то это видел, то сбросьте, посмотрим. Но факты говорят за другое. То есть, вплоть до того, что люди отслеживают даже смайлы и эмоджи, когда Сергей Анатольевич ставит палец вверх. Ну, собственно, жизненные ситуации бывают разные, друзья. Предлагают на этом больше не останавливаться. Естественно, я могу сказать, что мне, как и член управления, и как спикеру на вебинарах по средам было очень привычно выступать с Сергеем Анатольевичем. Но сейчас ситуация обстоит, и этому есть причины. Но все, что не делается, друзья, то к лучшему. Всему свое время. И я могу сказать, что все развивается на сегодняшний день позитивно. А если в чем-то я вижу какие-то, может быть, сомнения у меня и так далее, я никогда не буду высказывать свою личную позицию. И, собственно, мы к этому далее подойдем. Потому что высказывать личную позицию, это значит, что что-то прогнозировать, что-то предполагать. А, соответственно, иметь четкие факты и основания для обозначения этих прогнозов. Ну, собственно, немножко, друзья, я отвлекся. И могу сказать, что да, действительно, вот то, что продекларировал Анатолий Эдуардович на прошлом вебинаре, я на этом очень четко останавливался. Сбросьте, пожалуйста, ссылку, друзья, прошлого вебинара. Там вот именно курс на восток я очень так широко раскрыл. Опять же, не цитируя, опять же, не дословно, а своими словами, но с пониманием, с тактом, с расстановкой, как некоторые говорят. И, соответственно, я думаю, что все понятно. В апреле нас ожидают действительно очень серьезные прорывные вещи, которые будут видны уже глазами. И я думаю, что есть энтузиасты, которые у нас живут в арабских странах, которые ищут уже, ездят на машинах и так далее, смотрят. Друзья, совершенно секретно. Гриф совершенно секретно. Есть гриф совершенно секретно. Так же, как раньше, Анатолий Эдуардович не показывал никому форму. Я признаюсь честно, даже на первых экскурсиях, когда показывали модель подвижного состава высокоскоростного, это была другая форма, друзья. И даже лица, которые были на производстве и так далее, они до крайнего момента, когда уже можно было показать новую форму высокоскоростного юнибуса, юнилета, который на машину действительно просто может сравнить с современным автомобилем, сколько кушает электроэнергии в переводе на литр топлива. То есть мы неоднократно об этом говорили. Это действительно прорыв мировой инженерии, прорыв в мировом транспорте, чего не скажешь о наших конкурентах, друзья. То есть я могу сказать, что сейчас вообще ситуация на рынке транспорта будущего, я бы не называл даже транспорт второго уровня, складывается таким образом, что среди игроков, так или иначе, которых поддерживают действительно на высшем государственном уровне, очень мощные игроки геополитического значения, я имею ввиду наших арабских партнеров, таких компаний просто нет. И мы видели, как пришел на позицию именно руководящего состава Ричард Брэнсон. И в недавнем времени совсем он покинул пост уже по причинам, как многие говорят, что Ричард Брэнсон ушел из-за какого-то конфликта с каким-то журналистом, который высказался, ну, друзья, я не буду это никак комментировать, но 17 октября вообще источники Financial Times рассказали, что власти Саудовской Аравии отказались инвестировать 1 миллиард долларов. И представьте, если вообще вот все ставки были сделаны на эту инвестицию. И, соответственно, потом из-за этого, либо не из-за этого, Брэнсон ушел в отставку, потому что Virgin Hyperloop нуждается в более активном вмешательстве лидера, пояснил он, а у него, соответственно, другие компании, весь его бизнес Virgin Holding, Virgin Корпорации. Но каким образом и из-за чего это все произошло, естественно, друзья, мы с вами догадываемся, потому что если отказывается от таких серьезных крупных инвестиций, то, соответственно, ловить, как говорится, в этом сегменте сейчас вот гиперскоростного транспорта, гиперлупов в арабских странах, наверное, нечего. Нас, наоборот, поддержали на высшем уровне. Более того, как и Анатолий Эдуардович рассказал, началось уже строительство и были заложены, что-то можно назвать аналогом нулевого километра уже в арабских странах. Уже вовсю спроектированы и изготавливается уже путевая структура, подвижной состав. И, соответственно, в апреле мы увидим уже городское исполнение пассажирского транспорта в лакшери версии, элитной версии. Я с нетерпением ожидаю, что же там все-таки нам покажут и придумают. Но что-то мне подсказывает, будет просто грандиознейшее ноу-хау с абсолютным комфортом, с абсолютным изящным дизайном и, соответственно, различными инженерными, конструкторскими и нововведениями именно эргономики дизайна. Потому что, естественно, что поразило, друзья, когда ты присаживаешься в высокоскоростной подвижной состав, юнилёд в простонародье именуемый, собственно, есть и более научная аббревиатура, обретаешь полный комфорт, ощущение полной безопасности и просто несите меня из точка А в точку Б, а я буду заниматься своими делами в концепции мгновенного перемещения, действительно, как телепортируясь, друзья. То есть здесь не нужно будет наблюдать за дорожной ситуацией. И тут Партемий Лебедев либо сам лично, либо кто-то из обслуживающего персонала, копирайтеров, те, кто анализирует. Ему был задан вопрос, как он расценивает технологию Skyway. И, соответственно, он высказал свое мнение. Я могу сравнить абсолютно правдиво со своей стороны это мнение с сомнением новичков. Тот, кто не посмотрел и не углубился в технологию Skyway и, соответственно, не ознакомился со 100 ответами на 100 вопросов в инженерном плане для начала хотя бы. И, естественно, очень поверхностно ответил. Но головная компания достойно на это ответила, друзья. И я рекомендую всем посмотреть эту статью, потому что там были обоснованы те вопросы, которые задают фактически всегда новички. То есть самый распространенный вопрос это, что будет делать человек, если он находится на высоте больше 6 или 8 метров, к примеру, 50 метров, 70 метров. Как во внештатной ситуации быть? Ну, соответственно, это все предусмотрено. Система буксировки, естественно, автоматизированная система управления. Естественно, наши подвижные составы, они фактически чувствуют друг друга. Я очень сильно надеюсь... Кстати, друзья, я хотел бы отметить тот факт. Почему я говорю очень сильно надеюсь? Потому что очень много этой информации гуляет в чатах и меня спрашивают. И буквально сегодня писала ко мне определенная студия блокчейн направления. Я, соответственно, все это перенаправлю в головную компанию. Но с 25 июня 2018 года все, что на началах энтузиастов, криптоэнтузиастов, на свои средства делали я, Сергей Анатольевич. Потом, соответственно, присоединились еще ряд инвесторов. И Анатолий Эдуардович также высказал желание финансово помогать этому проекту. Но далее это все было свернуто и прекращено и перемещено уже на позицию головной компании в плане разработки, в плане всего блокчейн направления. То есть с 25 июня 2018 года, друзья, я не имею отношения к блокчейн разработке для Skyway. Потому что просто-напросто этим перестал заниматься, потерялся всякий смысл в это инвестировать. Потому что то, что мы делали, то, что мы создавали, задумывалось именно как реализация только для технологии Skyway. И я могу назвать себя истинным таким Skywayщиком, Skyway-вцем. И я порой даже боролся с разработчиками, потому что кто-то не понимал технологию Skyway, кто-то уходил в сторону. Но без технологии Skyway, соответственно, без зеленого света со стороны головной компании проект не имел смысла. Поэтому мы его прикрыли и уже более пяти месяцев GitHub, который получал обновления фактически каждый день, не по разу в день, я бы сказал, именно открытый код разработки, он замолчал. Может быть, когда-то он восстановится, но на сегодняшний день ситуация такова, друзья. И, естественно, все, что касается токенов, все, что касается блокчейн-разработки, мы уже со своей очереди подготовили, именно как члены правления, будем также, я думаю, организуем обязательно вопросы от инвесторов. Потому что самые интересные вопросы, а интересные, это значит полезные, не для того, чтобы разобраться, что такое токен, что такое коин. Друзья, посмотрите в интернете, это вся информация есть. Но те вопросы, которые позволят действительно проводить некую экспертизу, потому что вход на крипторынок, друзья, он бывает один раз и он может быть как громким с фанфарами, так и немножко с другим исходом. Нам нужно сделать так, чтобы он был громким с фанфарами. И в этом плане мы можем выступать только в роли советников, в роли именно проводников, экспертов, экспертиз юридических, программного кода, если происходит какая-то блокчейн-разработка, именно инновации в плане блокчейн-платформы и так далее. Все это, естественно, нужно перепроверить, потому что я помню, как я объяснял, именно необходимость для применения блокчейна Пантолию Эдуардовичу просто со своих слов. То есть что мы будем делать, когда система автоматизированного управления, к примеру, будет взломана полностью. И, соответственно, будут взломаны все и запасные тоже средства блокчейн-технология в данном случае могла бы спасти и обезопасить. Друзья, что будет сделано в этом плане? Я с нетерпением, как и все мы с вами ожидаю в белой бумаге, с нетерпением ожидаю прочитать, я думаю, что маркетингово это будет на высшем уровне сделано, OnePager, потому что отдел Евгения Петрова, отдел, соответственно, ребят, которые занимались разработкой, имеют опыт, может быть, не такой большой опыт со стороны зао-струнной технологии именно в блокчейн-разработках. Но посмотрите, друзья, сколько сейчас вакансий открывается новых со стороны зао-струнной технологии. Если кто-то специалист, обязательно, друзья, откликнитесь, напишите. Возможно, вы сможете работать в будущем мировой транснациональной корпорации. А сегодня супер-успешный проект, супер-успешный венчурный стартап, потому что то, что мы продемонстрировали, друзья, более чем за 4 года, со слов именно личных крупных олигархов, иностранных олигархов, литиевых магнатов, много кто говорил, ну и наши арабские, соответственно, коллеги, арабские государственные правители, вы сделали невозможное. То есть примерно смысл таков, что за ту сумму, которая была собрана в плане инвестиций, а это, друзья, округлюсь, пускай будет это 50 миллионов долларов, округлим. Это действительно просто титанический квантовый скачок, и никто никогда за такую сумму не создавал столько видов подвижных составов. И обязательно на отдельном вебинаре, друзья, не будем мешать темы сегодня перемешивать, остановлюсь на Юнимобиле, потому что это действительно очень серьезный прототип, который может поконкурировать с Тойотой, друзья, который может поконкурировать с именитыми автопроизводителями. И я больше чем уверен, что он будет конкурировать и займет свою долю рынка при грамотном стратегическом планировании и при грамотном управлении данным подразделением. Я больше чем уверен, что дроны, которые были созданы, будут заказываться и сторонними компаниями, когда они будут доработаны. И, соответственно, кто-то сейчас говорит, что вот эта копия вертолета. Друзья, оболочка просто взята в вертолет, но вся программная начинка, она будет абсолютно инновационной. Если говорить вообще про весь струнный транспорт, я могу сказать, что это агломерат, это синергия всех лучших инженерных технологий, всех лучших принципов, физических законов. И все, что мы можем встретить в сопромате, в теоретической механике и так далее, и воплощено в простом, изящном решении, но простом со стороны обывателя, со стороны нашего обычного инвесторского человеческого взгляда, со стороны инженерной мысли. Я бы так не сказал, друзья, потому что Анатолий Эдуардович даже покритиковал. Настало время покритиковать тех людей, которые осуществляли продувку в аэродинамической трубе одного из питерских университетов. И, соответственно, когда результат был получен 0.25 в начале, когда он должен получиться 0.05, Анатолий Эдуардович просто задал вопросы. Дамы и господа, почему так получилось? Давайте разбираться. И указал на три ошибки. Первая серьезнейшая грубая ошибка была в том, что небольшой макет юнилета, я так его буду называть, потому что мне название это очень нравится, то есть это как самолет, я больше чем уверен, что в будущем действительно юнилеты призваны заменить как минимум среднемагистральную авиацию. И тут я хотел бы, действительно, почти те минуты молчания мы не имеем права, но хотя бы несколькими десятками секунд молчания то, что произошло с индонезийским самолетом. И, друзья, да, говорят, что авиация очень безопасная, но случай действительно происходит. И я могу также всем порекомендовать посмотреть фильм новый, «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым. Там также описывается действительно очень такая душераздирающая история об трагедии в авиации, в безалаберности диспетчерского управления. Друзья, давайте действительно просто знать и помнить о таких моментах. Просто подумайте и почтите памятью всех этих людей, потому что действительно технология SkyWay призвана сократить дорожные транспортные происшествия. И все, что негативное сейчас у нас происходит, друзья, в рынке транспортной индустрии. Так, сколько времени, ни о чем, ничего конкретного? Александр, ну, если ни о чем, ничего конкретного, хотелось бы узнать, что для вас конкретика. Можете задать обязательно вопросы. В конце я со своей стороны отвечу. И я плавно перехожу, друзья, к той теме, которая интересует сейчас многих. Но я плавно перехожу к этой теме. И хотел просто рассказать несколько нюансов, на которых я хотел бы остановиться. И подчеркнуть, что да, действительно, до конца октября мы увидели уже достаточно красивый сайт. С точки зрения дизайна он сделан на очень хорошем уровне. И я могу оценить это как мировой уровень в плане сайтов ICO и так далее, которые в огромном количестве уже были созданы. Кто-то даже и скамился. Многие собирали инвестиции, имея в виду, и исчезали. И сейчас непростая вообще ситуация на крипторынке. Я не исключаю ситуацию, что руководство, может быть, и решит о переносе после при ICO. Потому что действительно стоит учитывать ситуацию с курсом биткоина. На сегодняшний день он находится в так называемый термин, несу, боковик. То есть он лежит на боку. И более того, буквально на днях начал двигаться еще и вниз. Если он опустится вдруг, не дай бог, до 4000, то будут происходить действительно катастрофичные вещи с теми проектами, которые являются фундаментальными, которые являются подкрепленными, как и декларирует головная компания на сайте, посвященном ICO, подкрепленными именно реальной инженерной технологией. То есть что, как будет подкреплено, какая будет экономика токена. Друзья, это нам станет известно только из белой бумаги. И вчера в официальном вебинаре Skyway Capital было максимом объявлено, что в течение 90 дней эти ресурсы будут размещены на сайте. То есть это белая бумага, это юридический документ, которых с нетерпением жду. Это OnePager. И, соответственно, у нас оперативное совещание как членов правления прошло буквально на днях с руководящим составом головной компании. Я могу сказать, что до конца ноября эти документы появятся. То есть, естественно, с опережением срока, даже 90 дней, это супермного. И то, что сейчас многие могут уже решить, то есть появились всплывающие окна в кабинетах РСВ. Если вы находитесь среди первых 5000 инвесторов проекта Skyway, вы можете обменять доли, соответственно, получить... У вас их выкупят, эти доли усилиями головной компании. И если вы находитесь в числе первых 50 тысяч инвесторов, то, соответственно, вы можете приобрести в учет долей, это не более 100 тысяч долей и в том, и в другом случае, и в плане с возвратом средства, и в плане с приобретением токенов, но не больше 100 тысяч долей, друзья. То есть, это априори. И вся информация, она уже есть. То есть, если говорить про обратный выкуп, опять же, повторюсь, не более 100 тысяч, цена 1 цент. То есть, не примерно, а 1000 долларов человек получает за 100 тысяч долей. И если говорить про токены, это уже, соответственно, 0,5 центов, но вы получаете за 100 тысяч... 0,5 центов за токены, имею в виду. За 100 тысяч долей вы получаете, опять же, ту же самую, 1000 долларов. Что будет с токеном? Как будет с токеном? Друзья, не могу и не имею права сейчас что-то прогнозировать, брать на себя ответственность, потому что, естественно, нужно ознакомиться с документацией и посмотреть уже, в чем экономика, в чем токеномика, какое назначение токена. То есть, это либо utility, либо security, либо governance. Соответственно, от этого складывается регуляция. Необходимо узнать, в какой стране зарегистрирована компания, которая выпускает токены. И много-много других нюансов, друзья. Эти вопросы, естественно, мы ответственным лицам будем задавать, для максимального оповещения наших инвесторов и развития этого направления. Если Skyway Capital, соответственно, пожелает развиваться в этом направлении, я могу сказать, пожелает, если и когда будут максимально понятны и риски, и видны документы. Пока что мы абсолютно находимся в позиции, даже не приготовления, а в позиции ожидательной. И, собственно, до конца ноября можно смело ждать. Я думаю, что никому не составит труда обменять на токены, если вы это желаете и за два, и за три дня. Но лучше ознакомьтесь, прочитайте, прочувствуйте вообще, если вы не понимаете даже, о чем там будет идти речь. Естественно, мы это будем разъяснять. С белой бумагой, с одностраничным документом. Ну, юридические документы – это более сложные вещи. Так же, как вы ознакомливались, еще инвестиционного меморандума не было тогда, и был определенный буклет по тем вещам, которые проект Skyway на тот момент в 2014 году декларировал. То есть я принял решение, повторюсь, инвестировать, когда я, ну, во-первых, посмотрел, да, действительно, заседание госсовета 2009 года, потом 100 ответов на 100 вопросов, и после этого я принял решение инвестировать. И, дай бог, технически, грамотно все будет выстроено. Я думаю, что Антолий Эдуардович не допустит, чтобы это было неквалифицировано, некомпетентно сделано. И мы увидели сайт, я могу сказать, только в логике того, что Анатолий Эдуардович продекларировал на «Инотрансе». И, собственно, так вот сквозь речь это не было произнесено, как «мужик сказал, мужик сделал», такой фразы еще не было на «Экофесте». Но на «Инотрансе» он это подтвердил. И то, что было обещано, то, что появится сайт, и вы сможете ознакомиться с информацией, друзья, до конца октября сайт появился, можно было ознакомиться с информацией, естественно, информация будет видоизменяться, будут дополняться. Сайт, я больше чем уверен, что это такой демо-тизер, то есть и сайт будет видоизменяться, идет уже некий обратный отсчет. Но, как вы понимаете, это все программная заглушка. И в логике рыночной конъюнктуры вполне возможно, это мое личное мнение, друзья, но это будет логично и правильно, если будет такая же ситуация нелицеприятная с биткоином, либо, не дай бог, он начнет падать и тянуть за собой все достаточно перспективные альткоины и будут зарабатывать только трейдеры, то есть на пампе, на дампе, на фиксации своей прибыли, причем ежедневной. Обычные инвесторы на этом смогут, скорее всего, только потерять. И в логике этой рыночной конъюнктуры, может быть, будут приняты какие-то иные решения по поводу срока проведения размещения токена. Но, друзья, я повторюсь, что с 25 июня 2018 года, то есть это важно было для тех людей, которые меня спрашивали, я поднял даже данные, это у меня в голове отложилось, ну, собственно, на всю жизнь эта разработка, эта координация всех процессов. Когда это прекратилось, естественно, я тут тоже помнил. Потому что потом мы, кстати, поехали в Швейцарию, Сан-Бернандино, общаться с руководством Кантона, была замечательная встреча. И сейчас этот проект также замечательно, друзья, развивается. И мы еще подойдем сейчас к другому направлению, которое будет являться, на взгляд, наш, как членов правления, стратегическим для Skyway Capital. Я могу вас поздравить, друзья, тех, кто в Skyway Capital. В этом месяце мы в очередной раз выходим на рекорд инвестиций. Друзья, казалось бы, кто-то говорит, что у нас информационный вакуум по арабскому направлению. Но, собственно, информационный вакуум был и по созданию высокоскоростного подвижного состава. Но взгляните на те события и на ту реакцию после инотранса, когда эта мировая презентация действительно произошла. То есть информационный вакуум, он куда-то испарился. И был только вау-эффект и многочисленные публикации в мировых СМИ. Я думаю, что та же история будет с арабским направлением. И, опять же, дорожную карту, курс на восток. Друзья, продублируйте, сохраните, передавайте партнерам. Потому что ни одна компания в мире сегодня не может, я могу сказать, даже ни одна компания в автомобильной индустрии такой точности по месяцам в своих прогнозах открыто, публично не заявляет. Антолий Эдуардович заявляет то, на что тратятся миллиарды долларов. Он построит за значительно меньшие суммы, с максимальной оптимизацией расходов. Он создаст максимально энергоэффективную, безопасную, комфортную для перемещения и безопасную для окружающей среды, для нашей планеты, матушки Земля, систему. И, собственно, это все будет включать в себя инновационный мировой центр, который будет находиться в одном из эмиратов, под который уже давно выделена Земля. И, собственно, сейчас уже проведены все проектные работы. Уже создается все в железе, в металле, соответственно, в стали, в карбонатах и во всех тех материалах, из которых будет изготавливаться и подвижной состав, и путевая структура. Но, друзья, мы чего не знаем, того не знаем, рассказать не можем, потому что действительно этой информации нет. Я повторюсь, что мы, как члены правления, сейчас начинаем экспансию такую очень серьезную на Африку. Неоднократно было продемонстрировано головной кампанией в качестве отчетных результатов. Один из первых примеров. Вы помните, еще полтора-два года назад я говорил, что после России проснется Европа, и, соответственно, потом Азия у нас присоединилась, Индонезия. Сейчас настало время Африки, друзья. И мы таким вот боевым десантом, членов правления, и не только членов правления, подправляем Скотт Дивуар и Нигерию. Это будет 7 ноября, и, соответственно, 17 ноября. Мы увидим и услышим. Я не обещаю, кстати, по поводу интернета, друзья, потому что очень плохое качество, на самом деле, интернет-соединение в Нигерии и в Кот Дивуаре тоже не лучше. Но тот, кто желает, передайте информацию, что, повторюсь, 9 ноября, кстати, немножко оговорился, 9 ноября будет в Лагос, Нигерия, и вторая состоится 17 ноября в городе Абиджан. То есть у нас выстроена уже программа встречи, все будет только в отелях, потому что это все-таки Африка, и в Нигерии там даже какая-то серьезная ситуация с различными группировками. Поэтому максимальная безопасность должна быть и для наших инвесторов, ну и, соответственно, для спикеров, и для тех людей, которые будут не только отвечать на вопросы инвесторов стандартные и рассказывать про маркетинг, краудинвестинговые системы, но и общаться уже на государственном уровне, на уровне именно крупных венчурных инвесторов. Ну, собственно, я вам показывал, еще раз покажу, состав нигерийцы наши очень серьезно подошли, и я считаю, что это достойный уровень состава высших представителей среди приглашенных нигерийской конференции. Это действительно круто, друзья. Ну и плавно мы переходим к тому направлению, которое мы, как члены правления, будем называть именно стратегически наиболее важным и стратегически наиболее приемлемым сейчас для оповещения и для декларации, что да, действительно, мы это делаем. Я думаю, что вы помните, что Skyway Capital не называла тех проектов, по которым не были подписаны соглашения с головной компанией, с правительством. И, соответственно, этой же логики мы будем придерживаться при создании адресных продуктов, друзья. То есть, что такое адресный продукт? Это продукт адресного проекта, сокращенно адресный продукт. И это составляющее, по нашему мнению, именно ввиду того, что токенизацией, блокчейн направлением занимается все-таки головная компания. И это абсолютно правильно, потому что, я могу признаться честно, друзья, разработка ту, которую мы ввели, она не была рассчитана на солнечную энергетику. Физически ее невозможно было встроить. И, соответственно, это нужно было переделывать несколько месяцев, как минимум 3-4 месяца. На тот момент декларировалось, что такого времени нет. И мы, как члены управления, сейчас развиваем направление именно адресных продуктов. И я хотел бы сегодня вам показать то действительно очень мощное движение, которое мои коллеги параллельно... Сейчас мы работаем на местах, кто-то регулярные конференции. В Челябинске, кстати, была замечательная конференция. Благодарю всех присутствующих. Я там смог присутствовать, так как находился в тот момент в своем родном городе. Но посмотрите, что сейчас происходит во Вьетнаме. Мы это неоднократно видели в Словакии. И кто-то называет эти проекты такими фразами, как терминами, как замороженные, полумертвые и так далее. Это проекты, друзья, которые обязательно будут возобновлены при создании юридической финансовой системы. И сейчас вопрос в том, что есть ли крупные инвесторы, которые готовы сразу. Хорошо, да, я инвестирую в этот проект. Skyway Capital. Октябрь, конец октября 2018 года. Владимир Маслов и Франтишек Соллар выехали уже во Вьетнам не для проведения конференции. Выехал в составе делегации от головной компании Кирилл Бадулин. Это очень серьезные встречи с рядом как крупных инвесторов, государственных деятелей и подготовки уже направления адресных проектов, конкретных адресных проектов. То есть вот здесь вы видите, например, обсуждение уже создания определенной на государственном уровне структуры с привлечением государственных инвестиций. То есть это государственно-частное партнерство, частные инвестиционные компании. Здесь вы видите, и вы помните, что Виктор Бабурин в свое время мы показали те места, где планировались пилотные проекты по индонезийскому направлению. Но на сегодняшний день индонезийская компания была как раз таки заморожена по определенным причинам. И мы к этому вернемся, но не на этом вебинаре. Но есть для этого определенные причины. И вот там местность, где планируются уже первые станции в пилотном проекте. То есть это не проект Ханой Хошимин. Я могу сказать, что естественно все понимают, что ресурсы краудинвестинга они не бесконечны. Но, друзья, мы посмотрим, что будет в 2020, что будет в 2021 году. Давайте все продекларируем, что мы с вами обязаны просто стать первым самым крупным коллективным инвестором в мире. Представьте, что у нас будет парочка миллионов активных инвесторов. Какой резонанс это будет? Друзья, это будет просто шокирующий эффект. И тогда мы сможем финансировать действительно очень серьезные крупные проекты. Сейчас мы начинаем с интересных проектов, но более малой дистанции. То есть я поговорю сейчас также далее и про США, и про адресные проекты. Буду постанавливаться все больше и больше в вебинарах, касаемых Skyway Capital. И, соответственно, к блокчейн направлению, к крипто направлению будем возвращаться. Как только новые источники информации будут обнародованы, и мы будем их анализировать. Мы будем вам транслировать ответы на те вопросы, на те важные вопросы, которые мы уже задаем головной компании, ответственным лицам, которые разбирают и разбирали, и сейчас продолжают создавать блокчейн-платформу. И, соответственно, я могу сказать, что Вьетнам – это та страна, которая, ну, фактически, она даже идейно, менталитетно, не побоюсь этого слова, готова к принятию экологически безвредной технологии, инженерной, прорывной транспорта второго уровня. И здесь вы видите обряд. Друзья, делегация – вот это наш боец, это наш лидер. Вы знаете этого парня. И, собственно, все начинают с низов, с обычных активных партнеров. А сейчас этот… Я бы не назвал его мужчина, потому что мужчина – это уже такой зрелый человек. Здесь молодой человек, потому что все вьетнамцы молоды душой, молоды телом. И они готовы принять технологию, даже проводят специальные обряды для рыб. И здесь делегация – это венчурные инвесторы, правительство уровня делегация. То есть для них это обычно. Экология и Вьетнам совместимы, друзья. И для них нет никакого конфликта вообще в разуме. То, что существует на сегодняшний день транспортные, закоррумпированные, и там тоже отрасль. И они готовы в том числе создавать некие политические структуры. Skyway всегда над политикой, друзья. И это уже механизмы, которые наши партнеры как инструмент продвижения и создания адресных проектов. Ну, вот эта картинка, она действительно радует душу и сердце, что вот такие обряды проводятся на высшем уровне. Здесь вы видите национальный парк, то есть это несколько десятков гектаров. И планируется здесь создать инновационный, тоже такой достаточно привлекательный для инвесторов, может быть, не центр, как в Арабских Эмиратах, но такой экологический технопарк. А мы это уже сделали в Минске, в Минской области, друзья. Это наш родной экотехнопарк, который три года назад отметил свое день рождения по закладке нулевого километра. И вы видите, уже есть планы. Это, повторюсь, все обсуждается не на уровне каких-то бла-бла-бла, там и так далее, конференции, какие-то прожекты, преддоговоренности. Мы, как Skyway Capital, никогда такого не декларируем. И сейчас я говорю, что это уже происходит. И могу сказать, следствием этого было подписание, вот вы видите справа, Владимир и Франтишек подписывают десятки документов, десятки министерств. И сегодня у них правительственная комиссия, они будут защищать наши проекты в содружестве с нашими вьетнамскими партнерами. У нас ожидается зимой, я думаю, конференция уже была на 500 с лишним. Я думаю, следующая конференция будет на 1000 партнеров. И мы будем готовить адресный проект чисто для азиатского направления. Пока не ясно, это будет только Вьетнам и Индия, Индонезия. Кстати, я могу сказать, Индия, Индия, дорогая Индия, дорогие индийские инвесторы, вам дан полный зеленый свет. Все, можно инвестировать. И головная компания сняла этот запрет. Мы, как Skyway Capital, проработали схему. Пишите своим лидерам. Можно приобретать даже от самых малых пакетов и не только использовать методику привлечения крупных инвестиций от 5000 евро, которые у нас используются в Royal Capital Fund. Это определенная структура, которая появилась именно для привлечения инвестиций в абсолютно прямую юридическую схему, которая важна для потенциальных крупных венчурных инвесторов. Вот здесь также вы видите Владимира Маслова. То есть, это встреча и переговоры с государственной, думаю, ведущей строительной компанией, еще одной ведущей строительной компании, кстати, потому что еще в делегации Сергея Анатольевича сибиряковым коллеги обсуждали, именно уже вторая, третья строительная компания подключается, а как иначе, друзья, потому что логистика диктует свои правила. И вы помните, как Анатолий Эдуардович описывал логистику путешествия нашего юнибайка с Мариной горки до выставки в Объединенных Арабских Эмиратах. Это совершенно какой-то сумасшедший маршрут был. И, естественно, максимально происходит оптимизация логистики на первых шагах. Вот это те шаги, о которых можно сейчас рассказывать, друзья. Это работа, которая проделывается по Вьетнаму. И мы можем и будем рассказывать и о блокчейн направлении. Каждый будет сам принимать решение. Кто-то уже даже обменял токены. Кстати, поставьте плюсики, кто уже обменял токены. Минусики, соответственно, кто ожидает. И, друзья, на самом деле 100 тысяч долей, если у кого-то их несколько миллионов, я могу сказать, что можно этим заняться и следует этим заняться для того, чтобы воспользоваться возможностью, которую дает головная компания. Кто знает, какая цена будет у токена, никто этого, друзья, не знает. Я не могу этого предположить, потому что я не вижу документацию и пока что я не вижу выхода в информационные поля. Естественно, это все будет и если вдруг будут какие-то заторможения, мы максимально со своей стороны связями, контактами будем помогать как члены правления Skyway Capital и я непосредственно кто координировал разработку по блокчейн направлению для Skyway до 25 июня 2018 года. Ну вот, друзья, видите, то есть есть люди, которые даже не нужно им читать белую бумагу и соответственно они принимают решения, максимально доверяют компании. Это похвально, это радует, это приверженность компании и это действительно такой вот Skyway-вский долг. А поставьте плюсик, кто обменял доли на денежные активы. Тоже очень интересно. То есть я, к сожалению, пока этим нет у меня времени заниматься и я надеюсь, что вы оценили. То есть не просто трансляция новостей нам никому не интересно на вебинаре и в конце я попрошу оценить от 1 до 10 по качеству подачи информации, по наполнению информации, по интересности информации данный вебинар. Сейчас не надо, это настанет время. И, друзья, еще одно направление, которое сейчас у нас развивается, это направление именно адресных проектов США. Нам необходимо развивать это направление, потому что у нас абсолютно сейчас не готово и юридически мы не можем подготовить схему для американских инвесторов и собственно есть определенные очень серьезные регуляции и необходимо подготовить и начать запускать адресные проекты в американском направлении. Что я могу сказать по этому направлению? Переговоры ведутся со штатом, которым орудует так скажем Илон Маск. Это очень интересный штат. Нам предложили Министерство транспорта штат Невада предложило более 8 проектов. Мы выбрали один перспективный. Это связка между терминалами одного из аэропортов международных. Это как предположительный проект. Там всего несколько миль, но представьте какой пассажиропоток. Понимаете, что там находится также неподалеку и казино. Какой трафик. сейчас это только шаттлы, которые стоят в пробках и люди не могут из-за неправильно спроектированных аэропортов иногда добраться до своих рейсов вовремя. Это очень отрицательный момент, который все друзья понимают. И медленно, но верно работа в этом направлении ведется одним из лидеров, который развивал один из проектов, который был связан с псевдо-крипто направлением, но это был топ-лидер, он понял соответственно ошибки свои по тому проекту, я не буду называть этот проект, и что говорить, сейчас люди с потенциальными миллионными структурами присоединяются в наш проект, потому что то, что Анатолий Эдуардович продекларировал, мужик сказал, мужик сделал, это действительно исполняется, друзья. И по рынку США сейчас на данный момент мы готовим показатели по конкретному пассажиропотоку, по конкретному рельефу, по конкретной дистанции и по конкретным другим характеристикам адресного проекта для того, чтобы подготовить аналитическую записку для защиты в головной компании, как это мы сделали успешно уже по Сан-Бернандино. То есть я не помню, говорил я вам или нет, но дан полный зеленый свет на реализацию проекта по Сан-Бернандино. Даже мои коллеги мне сказали, что по блокчейн направлению также возможно развиваться, но мы в этом плане сейчас возьмем ожидательную позицию, потому что хотелось бы естественно все создавать в едином стандарте. Ну и соответственно Сан-Бернандино мог быть как именно такой пилотный проект блокчейн направления. Сейчас это все будет в виде пилотных блокчейн направлений создаваться в логике и привлечения инвестиций, и блокчейн технологий в арабском направлении. И Сан-Бернандино и без этого интересный проект, который можно будет дублицировать, можно будет связывать с такими регионами, как Высокие Татры, допустим в Словацкой республике, как естественно другие горные районы, то есть вот мы были в Грузии, там вообще просто сумасшедший туристический потенциал, и многие туроператоры сейчас недооценивают потенциал Грузии с приходом технологий Skyway в Грузию, туризм там рассветет еще больше, сейчас он уже начинает свисти, а с приходом технологий Skyway он запахнет и начнет переносить свои плоды. Я могу сказать, что недаром руководство и Тбилиси, и Рустави поддерживает технологию Skyway и сейчас полным ходом ведется проработка адресного направления. Мы, как члены правления, видим привлечение инвестиций именно в адресных проектах, друзья. То есть сейчас по блокчейн направлению инициативу с 25 июня 2018 года взяла на себя головная компания в сотрудничестве с нашими коллегами арабскими стратегическими партнерами и, соответственно, мы фокусируемся на адресных проектах. Мы ни разу не декларировали, что какие-то на тысячи километров и так далее. То есть я не буду указывать пальцем на другие фонды и так далее, потому что у нас содружественные фонды, содружественная информация и, соответственно, тот стиль подачи информации, то есть то, что говорит руководство сторонних фондов. Если говорить про нашу краудинвестинговую площадку, здесь только факты, факты и никаких домыслов. И, соответственно, если мы говорим, что нужно будет ожидать информацию, так оно будет и сказано. Что касается, например, блокчейн направления, то есть Максим позвучил, что 90 дней. Я говорю уже после переговоров с головной компанией, что до конца ноября-начало декабря белая бумага и так далее все появится. Кто сейчас взял уже токены и для них это не критично и не рисково, абсолютно похвально и молодцы. Это ваше решение, это ваше осознание риска и ваше осознание и потенциальных плюсов, минусов, потому что, естественно, во всем есть и положительные и отрицательные критерии. Но, соответственно, тот, кто хочет разобраться, ожидайте документацию, она обязательно появится и будете принимать уже решение. Но мы, как члены правления, решили сосредоточиться на направлении адресных проектов. Мы будем готовить это направление, мы будем привлекать и уже привлекаем представителей головной компании. Я думаю, что вы представляете, насколько большая загруженность у руководителя департамента адресных проектов Кирилла Бадулина и насколько сложно получить одобрение со стороны Анатолия Эдуардовича Юницкого, чтобы Кирилл Бадулин поехал с нами во Вьетнам, с нами, как с членами управления Skyway Capital, потому что его действительно время гиперценно. Да, сейчас департамент адресных проектов работает уже достаточно масштабно и автономно порой от Кирилла Бадулина, потому что Кирилл создал всю систему, которая необходима для дублицирования адресных проектов. И этим, друзья, на 2019 год мы, как Skyway Capital, с вами обязательно и займемся, и начнем заниматься уже в 2018 году, создавая новый продукт, продукт адресных проектов, адресный продукт. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир транснету. Друзья, попрошу вас оценить вебинар от 1 до 10. Для меня это очень важно, как для спикера. И, собственно, мы будем готовить максимально полезную информацию для вас с Владимиром Масловым. Сейчас он в поездке и, соответственно, на следующей неделе уже даст свою точку зрения, более расширенную по Вьетнаму, потому что, я думаю, что правительственная уже парламентская комиссия закончилась и даст какие-то нам вау-новости. Но только те новости, которые достоверны, которые предоставляют нам конкретные факты. А сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Так, функционал в кабинете Capital. Наверное, вы имеете блокчейн направление. Со слов Антолия Эдуардовича кабинет готов. Со слов представителей головной компании, да, кабинет готов, разрабатывается. Он появится, когда, собственно, его запустят. То есть нам нужно высказать благодарность то, что действительно, потому что поверьте мне на слово, у многих менталитет такой, особенно у африканских стран, что если что-то с движки по срокам у арабских стран, то, соответственно, это вселяет уже некую неуверенность. Анатолий Эдуардович как обещал, так и показал до конца октября сайт. Личный кабинет будет, вероятно, далее. Кнопка обмена на токены в Capital. Ну, собственно, об этом разъяснит Евгений Кудряшов, но в RSV Systems должно появиться всплывающее окно, либо уже есть в Capital, кто входит первые 5000. Что будет со Skyway токен после их распродажи? Без комментариев, друзья. Пока я не ознакомлюсь с документацией, не могу отвечать на такие вопросы. Можно будет использовать деньги с бонусного счета для покупки токенов? Я думаю, что да, абсолютно. То есть вы же можете их перевести в фиат, приобрести какую-то криптовалюту и потом приобрести токены. Да, Сергею Анатольевичу естественно обязательно передам привет. Переход на следующий этап планируется, но не в самое ближайшее время. Самое ближайшее время это неделя, так скажем. Но на 13 этап естественно переход планируется. Друзья, я могу сказать, что на вопрос чайникам разжуют, когда и надо ли менять свои доли на токены. Никто не разжевывает в сообществе криптопространстве. Собственно, те, кстати, могу вас поздравить тоже с годовщиной. Сегодня 31 октября. Для меня это очень примечательная дата. Очень жаль, что в 2008 году я думал, как сыграть на долларе, потому что был кризис, но не обратил внимания на биткоин. Но это и замечательно, потому что возможно, я бы не увидел возможности в таком очень весомом и для нас жизненном проекте, как Skyway. но в 2008 году Сатоши Накамото именно запустил протокол и программный код биткоина. Друзья, по тикеру я бы не стал утверждать SVT, потому что есть такой дублирующий тикер на CoinMarketCap вы можете увидеть. Я думаю, что головная компания не допустит того, что тикер будет дублироваться, иначе всплывут сложности при маркетинговом продвижении. Будет ли маркетинговое продвижение на какие страны, я не знаю. Обратный выкуп будет продолжаться. Друзья, вы должны понимать, что это все-таки в районе 5 миллионов долларов обратный выкуп. И сейчас у нас задача с вами не как можно больше продать своих долей, а все-таки чтобы в апреле мы с вами праздновали одновременно в двух местах Экофест в арабском мире и в белорусском. То есть в европейском, можно сказать. с адресным проектом Москвы и Санкт-Петербурга по Москве ведется работа. У нас все больше и больше Влад Волков присоединяется именно к технической части, то есть возможно родится такой наш Skyway капиталовский Кирилл Бадулин. Я думаю, что Кирилл Бадулин не откажет нам в помощи, но не хотелось бы его отвлекать, поэтому мы будем естественно взращивать свои кадры. Кстати, друзья, я могу также сказать, что сейчас мы так как будем улучшать маркетинг и действительно автоматизировать многие процессы всегда в поиске и в мониторинге людей по продвижению, по трафику, по дизайну, по контекстной рекламе, по автовебинарам, по воронкам продаж. Вы можете писать мне на почту, ставить в графе тема вашу специализацию именно по маркетинговой части и, возможно, будем общаться. Друзья, это мое предположение, мое просто желание, чтобы в двух местах, но как будет по факту, я не знаю. То есть, это недостоверная информация. все считает программа и автоматика, друзья. То есть, если ваш ID номер попадает в тот реестр, который подавался до первых пяти тысяч либо пятидесяти тысяч до окончания этого списка, то у вас будет всплывающее окно. Если нет, то нет. Все вопросы можно задавать в техподдержку. Так, коллеги, еще вопросы? Олег, не знаю, вы помните, какой секретный режим был, даже когда начиналось строительство на экотехнопарке Мариной горки? Я думаю, в Дубае будет еще более секретный режим. В Вьетнам всем, друзья, хочется не что-то там увидеть, а чтобы там было построено и пришли инвестиции в наш проект и пришли авансовые платежи на наши адресные проекты в арабском мире. Верно же? Так, коллеги, ну все, вопросов, я так полагаю, больше нет таких весомых. То есть, по поводу Сергея Анатольевича я объяснил свою позицию выше, никто не молчит, все живут в едимом информационном поле, пишите, звоните, узнавайте. Насчет пользы токена Skyway без комментариев, друзья, пока и это будут говорить все фактические члены правления и вам также рекомендую говорить. Нужно действовать на основании фактов и документов. Всем счастливо, друзья. До скорых встреч. Следующий вебинар у нас пройдет получается 14 уже нет, 14 ноября кстати не будет вебинара, вероятно. Нет, 14 будет, потому что 15 только полетаю. Да, 14 будет вебинар, все хорошо. Если что-то поменяется, то обязательно дадим информацию в чатах.